Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня понедельник Второй Седмицы Великого Поста. И сегодня Церковь вспоминает подвиг сорока севастийских мучеников. И в этот день совершается Литургия прежде освященных даров, на которой читаются отрывки из Священного Писания как Ветхого, так и Нового Завета. И в этот день за богослужением Церковь прочитывает отрывок из послания святого апостола Павла к евреям. Глава 12, стихи с 1 по 10. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое время и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры и Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамления и воссел одесную престола Божия. «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. «Сын мой, не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если мы, если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами, ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то они гораздо ли более должны покориться отцу духов, чтобы жить? Ведь те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участий в святости Его». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня понедельник Второй Седмицы Великого Поста, и, как я уже сказал, сегодня совершается День памяти сорока селастийских мучеников, и в этот день по уставу Церкви совершается богослужение, совершается литургия прежде освященных даров, за которые читаются отрывки из Нового Завета, из новозаветной части Священного Писания. И сегодня Церковь обратила наше внимание, устремила наши взоры на послание святого апостола Павла к евреям. Здесь он говорит, подбадривая адресат, кому он написал данное послание. Он пишет людям, которые находятся, очевидно, в неком смятении от тех гонений и от тех трудностей, с которыми они столкнулись, приняв Христа как Спасителя, как Бога, как Мессию. И вот о чем говорит апостол Павел, подбадривая их. Говоря о скорбях, он говорит, посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя, запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Предлежащее нам поприще – это дело нашего спасения. Это делание всей нашей жизни. И мы должны отвергнуть от себя всякий грех, который обладает нами, который мы несем с собой еще из нашей прежней дохристианской жизни, по крайней мере, несли те, кто приняли тогда Христа. Греховные навыки, привычки – все это должно отложить. И здесь прекрасный образ используется автором послания. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетеля, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех». Облако свидетелей. Нужно представить, что мы находимся как некие спортсмены, которые бегут на ресталище и с трибун на них взирают. Взирают те, кто уже преодолел свою дистанцию. Нужно сказать, что в предыдущей, в 11 главе, апостол обильно сообщает нам о тех праведниках, о тех святых, которые предшествовали нам. Святых, прежде всего, библейских. Он перечисляет подробно в 11 главе. Многие имена, не все, но многие, всем нам прекрасно знакомые имена, а уж тем более тогда знакомые адресатам послания. Соответственно, они взирают на нас, как на вот этом стадионе. Апостол Павел часто прибегает к различным сравнениям, сравнивая верующего христианина то с воином, то со спортсменом. И он говорит, если спортсмен бежит, чтобы получить славу и почет, символом которой является венок тленный, лавровый венок, то мы бежим, чтобы получить венцы нетленные. Соответственно, и здесь, видя вот это облако свидетелей, которое нас окружает и смотрит, взирает на нас, как мы преодолеем дистанцию своей жизни, мы должны сбросить с себя запинающий грех и терпением вооружиться, чтобы проходить предлежащее нам поприще. И самый главный пример для нас – это пример Господа нашего Иисуса Христа, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший по срамлениям и воссел одесную престолу Божию. Он пренебрег по срамлениям, которым его наградили его же соотечественники и оккупанты, узурпаторы, римляне. Получив сначала поругание от них, он потом получил крест от других. Соответственно, мы должны видеть перед собой эти образы. «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Соответственно, мы должны видеть перед собой страдания Господня и понимать, что мы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Мы должны именно объявить войну. Поэтому, когда мы крестимся, мы полагаем пропасть между собой и сатаной, что прописано в чине оглашения, где сказано, что мы должны дунуть и плюнуть на сатану, тем самым положив между ним и собой вечную войну. Соответственно, мы должны вооружиться против греха. И мы должны понимать, что еще не до крови мы сражались с ним, с этим грехом, а Господь претерпел крестную смерть. Соответственно, мы забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сыны мы все поверим во Христа Иисуса, о чем апостол Павел говорит в послании к Галатам в третьей главе. Все вы сыны Божии поверим во Христа Иисуса, Господа нашего. Это конец третьей главы. Соответственно, какое же это утешение? Утешение — это как раз-таки те скорби, которые мы получаем по пути нашего спасения, на пути нашего спасения, в продолжение нашего земного поприща, нашего жития. И помни о том, что когда мы страдаем, нужно помнить о том, что это наказание Господне, это не наказание, это некая милость, в том смысле, что бьет же всякого сына, которого принимает. Нет, мы не безразличны, мы не индифферентны Богу. Мы Ему нужны, ибо если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как сынами. Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети и не сыны. Нужно помнить о том, что Бог кого любит, того наказует. Это еще сказано было премудрым Соломоном в книге «Премудрости» и в книге «Притчи». И эта мысль часто звучит неким таким нравственным рефреном во многих книгах Ветхого Завета. Соответственно, если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Причем, если мы, будучи наказываемыми плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить. Итак, дорогие братья и сестры, мы должны покориться воле Божией и со смирением принимать наши скорби как некое утешение, как понимание того, что в этой жизни никто не обещал нам золотые горы и вечное благоденствие. Но, следуя за Христом, мы готовы, должны быть к скорбям в этой жизни. Поэтому будем следовать за Христом, будем стремиться быть подражателями Его веры, будем стремиться быть подражателями веры святых, и таким образом со страхом и терпением проходить предлежащее нам поприще спасения. Всем радости о Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, прими выше небес. Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова Продолжение следует...